Добрый день! Сегодня мы вам представляем практику для беременных. Наша программа посвящена третьему триместру. Ника, пожалуйста, заходите. Первая поза, которую мы будем делать, называется Супта Батхаканаса. Нам понадобится волстер. Сейчас, когда срок уже больше, опора по спиной для этой позы должна быть выше. Я даже предлагаю использовать волос. И для того, чтобы таз располагался не на полу, а на опоре, в более комфортное состояние, положим сюда нельзя. Сейчас покажу. Мне нужно сесть на одеяло. Купы расположить здесь на одеяле или чуть ниже на коврике. И крестец упирается в первый волстер, а под ребрами второй волстер. И сюда, под голову, я тоже положу одеяло. А к опору я положу еще вниз, в продолжение первого волстера кирпич. Для того, чтобы положение было устойчивое. Положение материала было устойчивое. Так, теперь, крестец у нас упирается на один волстер. Ложись назад. Да, и под головой у нас тоже очень хорошо. Под колени надо положить тоже некоторую опору, чтобы они не висели. Так, чтобы не было такого, где-то, стяжения власти паха. Так, чтобы не было так, что-то положить под руки. Или руки положить вот так. Здесь все-таки за голову, вытянем руки вверх. Как будто выдвижение идет от таза. И захватил локоть. Да, вот так. Это поздно называется суттабадханасана. Мы ее делаем на протяжении всей беременности. Только постепенно вот эта высота, на которую мы ложимся, становится выше. То есть уже одного волстера нам не хватает, а нужно два. И полностью расслабь облазь паха, расслабь бедра, расслабь живот, расслабь руки. Просто находиться под положением. Глюдая в этом. 3, 5, 8, даже 10 минут. Если больше, ты будешь не находиться. Это тоже нормально. А теперь, Ника, открой глаза. Опусти руки вниз. И, помогая себе руками, поворачивайся на левый локоть. И садись. И поднимайся. Следующая наша поза будет работать с руками на опоре. Сейчас мы эти материалы уберем в сторону. Они нам пока не нужны. И подойди к опоре. Сюда вот локти положи. И ты кладешь локти на опору. Соединяешь ладон. И локоть у тебя должен быть тоже на опоре. Не разводи локти шраком. Ладони дави друг на друга. Локти на ширине плеч. Поставь стопы чуть шире и заверни стопы внутрь. Ложение должно быть таким, чтобы никакая часть позвоночника не выпирала. Ноги перпендикулярно полу. Теперь надавливая ладонями друг на друга, отводи плечи от головы, как будто ты сдвигаешь лопатки к талии. А грудину, вот грудину, грудину подавай вперед к коню. Ты должна чувствовать вытяжение связок вверх руки, в плечах. И цель в том, чтобы добиться воздействия на верхнюю часть спины. Ты чувствуешь, что именно верхняя часть спины сейчас включается в работу, да? А вот это и должно быть лоб на опоре, верхняя часть лба на опоре. Шея расслаблена, голова расслаблена. Теперь поднимайся. Я немного отодвину тебе нашего коня, это приспособление. Когда ты будешь заниматься дома, это можно заменить столешницей, мебелью, такими спирилами. Вот ты становишься лицом к стене и ставишь ногу вот так. Здесь должно быть расстояние. Давай, проходи сюда. Теперь поставь правую ногу на опору, левую ногу держи персиндикулярно полу. Пусть левая стопа, пальцы ног смотрят точно вперед. Руки положи на опору. Теперь отталкиваясь руками, поднимай грудную клетку вверх, плечи назад и вверх. Вот эти бокалы, поднимайся, и оттлетка раскрывает. Теперь правой пяткой надавливай на опору. Внутренний край правой стопы направлен от себя, а внешнее правое бедро уведеняй от коленок к тазу. И старайся не создавать такого прогиба в пояснице. Направляй мышцы ягодец вниз, а боковые части груди вверх. Ты должна чувствовать вытяжение во внутренней поверхности правого бедра. И не выгибай сильно колено. Не колено толкая вниз, а дави пяткой. Пяткой, да. Вот, пяткой дави на опору. А здесь левое бедро заворачивай внутрь. И как бы назад подавай внутреннюю часть бедра. Поз называется утхита хаста подонгуштаса. В полном варианте мы его выполняем без опора, но сейчас не нужно опору. Теперь поменяй ноги. Опусти правую. Сместись немножко в сторону. И положи в бедру. Да, вот именно пятка должна давить на опору. Именно пятка. Не выгибай сильно. У тебя колено в напряжении. Нужно, чтобы больше действия было в голеностопе и в верхней части бедра. Внутренний край правой стопы от себя. Внешне, то есть это левое у нас нога. Внешнее левое бедро изменяет колено к тазу. И правое бедро двое назад. Надавливай ладонью на опору. И поднимай боковые части груды вверх, плечи назад и вниз. По минуте в каждую сторону и можно повторять. То есть третий триместр, если он протекает благополучно, предполагает, что мы делаем больше поз. То есть во время третьего триместра хочется делать позы, чтобы руки и ноги работали. И таким образом не бывает отеков. Разного рода недомоганий, которые могут быть в третьем триместре. Опустили его. Так, если у нас есть желание, мы можем это повторять. А сейчас мы переходим в другой позе. Архачандрасана. Во втором триместре мы ее делали у стены. Если есть возможность, то с самого начала хорошо во время беременности заниматься вот такого вот коня или что-то, что его заменяет. Но, скажем, во второй триместр можно еще делать у стены, но в третьем уже это совсем неудобно. Итак, архачандрасану ты будешь делать, упираясь спокойно кирпич. Вот так. Сначала вправо. Верни правую ногу наружу. Рука должна стоять на высоком кирпиче. Сгибай правую ногу, ставь руку на кирпич. А здесь внутреннюю лодыжку, внутренний край стопы на стену, на опору. И правой рукой обхвати конь. То есть вот левая нога. И вот сейчас у тебя правая нога слишком отведена назад. Я тебя немножко выдвину вперед, чтобы правая нога была точно перпендикулярно полу. Сейчас отталкивайся правой рукой от кирпича. И помогая себе левой рукой разворачивай корпус. Затылок тоже опирается о конях. И здесь, на левой ноге, стремись удлинить внутреннюю лодыжку, подавая внутренний край стопы от себя. Не надо разворачивать левую ногу наружу. Пальцы левой стопы смотрят вперед. И вот если ты чувствуешь вытяжение здесь, то ты чувствуешь, как освобождается основание живота. И разворачивай корпус больше. Артхачандрасна – одна из лучших пот для женщин, в том числе во время беременности. Разворачивай правое бедро наружу. Не перегибай колено. Мы колени подтягиваем, но не выгибаем сильно назад. Это может перетянуть связь. Чтобы выйти, сгибай правую ногу в колено. Затем опускай левую. Теперь в другую сторону. Сначала ты разворачиваешь левую ногу наружу. Сгибаешь ее в колено. И ставь руку на кирпич. Поднимай правую ногу на пол. Внутреннюю лодыжку правой ноги влиняй. Чтобы вытяжение шло от внутренней части бедра. Левое бедро разворачивай наружу. И левую ягодицу подавай к правой пятке. Отталкивайся левой рукой от кирпича. Разворачивай грудную клетку. И правое плечо отводи назад. Все хорошо. Ягодицы не должны сжиматься. Пусть работают ноги, но ягодицы не сжимаются. Как правило, во время беременности эта поза нравится. Потому что она действительно дает освобождение в диафрагмальной области, в области живота. Женщина чувствует легче. Теперь сгибай левую ногу. Пускайся вниз. Каждая поза стоила по 30 секунд. И так это была у нас Артха Чандраса. Сейчас мы будем делать утхитотриканасану. И, как ты помнишь, для утхитотриканасаны мы фиксируем стопы. То есть мы фиксируем левую стопу опорой. А для правой стопы мы строим такую подставочку. Нам нужен один квадратный кирпич. И один круг. Как ты помнишь, во втором триместре я тебе помогала. Ногой сделала опору для кирпича. Здесь мы должны понять расстояние, которое тебе нужно. Вот так, даже, наверное, больше. Итак, ставь левую стопу там. А правую ногу разворачивай наружу. И ставь мячик стопы на опору. Именно мячик стопы. И все правое бедро, все правое бедро разверни наружу, чтобы вверх бедра, колено, пальцы, ног были на одну линию. И когда ты будешь впускать руку, она будет вот здесь. Но вначале используй преимущество того, что ты у этой опоры. Прежде чем опустить руку на кирпич, вытягивайся вправо и удлиняй правый бок, а правую ягодицу направляй влево. Вот, удлиняю, удлиняю. Теперь можешь впустить руку на другую, на вот эту вот, другую опору. Продолжай удлинять бок. Теперь только поставь руку на опору, на кирпич. Затылок облокачивается на опору. И левой рукой помогай себе. Да, вот, разворачивайся. Видишь, это совсем по-другому. И левой пяткой, внешней частью пятки дави в опору, дави в стену. Правое бедро разворачивай наружу. Правая рука отталкивается от кирпича. И отводи плечи назад. Не правда ли это более глубоко, чем ты делал у стены? Здесь раскрывается грудная клетка очень хорошо. В мере того, как плод развивается, давление на диафрагму больше. И грудная клетка становится более сжатой. И многие женщины жалуются на то, что у них нет такой свободы для дыхания. Как раз акцент на раскрытие грудной клетки помогает нам из всех вещей забежать. Теперь со вдохом поднимайся. То же самое мы делаем в другую сторону. Я тебе помогаю. Сейчас такое же расстояние мы должны сделать. Если есть достаточно кирпичей, можно сразу сделать и там, и там, и потом уже делать поздно. Поза. Мячик левой стопы на опору. Правую пятку сильнее к стене. Сначала разворачиваю левое бедро наружу. Вот, левое бедро наружу. Правую пятку внешне протягиваю сильнее к стену. И сначала весь корпус как бы поднимаю вверх, плечи назад. Левое бедро продолжаю заворачивать. И теперь на выдохе удлиняй левый бок. Отталкивайся левым мячиком стопы от кирпича. Пальц ног поднимай. Пятку правой ноги сильнее довести к стену. Вытягивай левый бок. Плати правое плечо назад. Теперь поставь левую руку на опору. Правая рука помогает тебе. И буквально насаживай верхнюю часть спины на опору, чтобы грудная клетка раскрывалась. Затулок тоже опирается на стену. Пусть будет действие в руках и ногах. И с каждым выдохом помогай себе. Руками разворачивай корпус. Разворачивай корпус. У тебя не должно быть такого ощущения, что живот висит на пол. То есть ты вращаешь живот, как будто ты разворачиваешь весь живот. Разворачиваешь ребенка вверх к потолку. С обдухом поднимайся. Можно повторять позы. Можно находиться чуть дольше, если ты не устаешь. Следующая поза, которую мы будем делать, называется Вирабхадрасана 1. Для нее я тебе сделаю такую конструкцию. Вот видишь, сюда я тебе просто поставлю кирпич. Вот так. И ты будешь делать таким образом. Вправо. Здесь поставишь пятку на опору. Левую. А для правой ноги мы возьмем еще один круглый кирпич. Здесь ты поставишь мячик стопы на круглый кирпич. В принципе, можно, нет круглых вот этих вот таких гусочек. Можно использовать и обычные деревянные кирпичи, или обычные пластиковые кирпичи. Но гораздо более удобно вот это скругление. И здесь ты ставишь на правой ноге мячик стопы, а пальцы ног вытягиваешь вверх. А на левой ноге ты ставишь пятку. Сейчас ты очень глубоко залезла, высоко. Только пятку. И сейчас ты чувствуешь, что у тебя ноги фиксированы. Во время беременности нам важно, чтобы была очень хорошая опора в ногах, и чтобы кости ног шли с суставов. И в отличие от предыдущих пост, мы делаем разворот. Левое бедро, внешнюю часть, подавай вперед, а правое бедро, внешнюю часть, назад. Чтобы у тебя весь корпус развернулся вправо. Теперь левую пятку сильнее дави в пол. То есть в кирпич. Правую мячик стопы на опору. И обратите внимание, что происходит здесь. Здесь как бы сжимается. Нам нужно освободить поясницу. Направляем мышцы ягодиц вниз, а ребра спины подавай вперед. Смотри на меня. Когда мы выполняем эту позу, вот здесь вот не должно образовываться складок. Мышцы ягодиц направляя вниз, а ребра спины стягивая в спину, чтобы поясница была длинной. И тогда ты чувствуешь, что действие больше получается в той ноге, которая сзади. Сильнее дави левую пятку на опору и отодвигай левую ягодицу от копчика. От копчика. Допускаю ее вниз. Это освобождает крестец. Плечи назад. Многие женщины жалуются на то, что у них начинает во время беременности, особенно когда уже кровь большой, болеть поясницы и крестец. Вот это как раз помогает сбежать. Направляя левую ягодицу вниз, в сторону и направляя лопатки к передней части груди. Лопатки к передней части груди, плечи назад. Если это получается, потом можно сгибать ногу. Сейчас коротко мы сделаем это. Сохраняя все, что мы сделали, сгибая правую ногу. Продолжая сильно давить левую пятку в пол. Кирпич. Вот. Не позволяй сгибаться поясницы, сжиматься. Левую ягодицу от копчика, левую ягодицу от копчика. Лопатки вперед. Со вдохом поднимайся. Теперь поменяем стороны. Конструкцию оставь как есть, просто левую стопу подними мячик стопы на опору, а на правой ноге поставь пятку. Теперь разворачивайся влево. Подавая внешнюю часть правого бедра вперед, внешнюю часть левого бедра назад. На правой ноге доби сильнее пятку, на левую сильнее мячик стопы. Теперь направляем мышцы ягодицы вниз. Особенно правая ягодица. Она не должна сжиматься. Направляю ее вниз и в сторону от копчика. И посмотри, Ник, когда мы направляем ягодицы вниз, это не значит, что мы отводим вот так вот весь корпус назад. Ягодицы вниз, а ребра спины вперед. Вот пусть лопатки все время стремятся к передней части груди. Вот, чтобы грудная клетка раскрывалась, а лопатки хорошо запечатывались в спину. Тогда у тебя раскрывается диафрагмальная область, и будет легче дышать. Это, кстати, способствует хорошему кровообращению в области диафрагмы, таза и хорошо для плода. Отводи плечи назад и поднимай грудину вверх. Потому что, когда тебе тяжело дышать, то твоему ребенку это тоже не хватает дыхания, не хватает кислорода. Теперь вдох, и на выдохе сгибай левую ногу. А правую пятку сильнее дави в пол. Должна чувствовать, как вытягивается у тебя передняя поверхность туловища. Живот тянется, кожа на животе. Кстати, когда мы чувствуем это вытяжение кожи живота, то она становится более эластичной и нет таких растяжек. Вернее, прижимай правую пятку в пол. Направляй правую ягодицу вниз.